Всем здорова! Совсем скоро начнется самая огромная распродажа в китайских интернет-магазинах. Это значит, что у нас с вами появляется прекрасная возможность как можно больше сэкономить денег при покупке различных гаджетов. Это будет уже третий год, когда лично я буду очень активно участвовать в распродаже в качестве покупателя. Я заранее подготовил для себя список того, что хочу приобрести, и 11 ноября я планирую потратить примерно 600-700 долларов на покупки на Алиэкспрессе. Каждый год мы видим примерно одинаковую картину. Китайцы устраивают распродажу, почта завалена посылками по самой небалуйся, а люди все равно кричат о том, что их обманывают, что никакой распродажи на самом деле не существует. Сразу скажу, да, есть факты того, что продавцы за одну-две недели до распродажи сильно завышают ценник на все товары, а затем уже 11 ноября их якобы снижают. Но если всмотреться, то можно понять, скидки на самом деле есть. Да, они не такие крутые, как обещают, и крайне редко можно ухватить смартфон со скидкой 70%, но тем не менее, сэкономить можно довольно неплохо. Просто нужно знать, что брать и сколько товар стоил до этого. Сейчас я объясню, что я имею в виду, и покажу на своем личном примере, как и что я буду покупать на Алиэкспрессе 11.11, и как сделать так, чтобы китаец вас не обманул. Во-первых, давайте рассмотрим подробнее расширение Letyshops. Letyshops является спонсором моего канала, и я не стесняюсь открыто их рекламировать как в видео, так и всем своим знакомым. В повседневной жизни Letyshops серьезно обновили расширение для браузеров. Теперь здесь можно отслеживать реальный, ненакрученный рейтинг продавца по отзывам, а также отслеживать динамику цен. Например, я хочу купить себе Xiaomi Mi Max 2. Захожу на страницу с товаром, нажимаю на значок расширения, чтобы посмотреть рейтинг, и то, сколько стоил второй Mi Max задолго до начала распродажи. И вот то, что я говорил. Цена на сегодня гораздо выше, чем до этого, а цену на распродажи обещают гораздо ниже. Но если всмотреться, то скидка все равно есть. Аппарат правда подешевел, но не на эти громкие 30, 40, 70%, а лишь на 5-10. Тем не менее, это все равно экономия, и я считаю, что так покупать можно. Достаточно найти продавца с хорошей скидкой. Как, например, вот Xiaomi Mi 6. Сейчас он стоит у магазинов в 519 долларов за версию 128 гигабайт, а 11.11 обещают ценник в 513 долларов. Хотя прямо сегодня до распродажи такой же Xiaomi Mi 6 на 128 гигабайт можно купить в других магазинах за 435, а на распродаже вообще за 429. Поэтому вам нужно смотреть цены на одни и те же товары, только у разных продавцов. Во-вторых, не стоит вестись на супер низкие цены. Не нужно наивно полагать, что тот же Mi 6 может стоить 100 баксов. Это старая китайская схема. Продать они вам продадут, но товар после распродажи не вышлют, а по-тихому отменят заказ. На деньги вы, естественно, не попадете. Алиэкспресс все вам вернет до копейки, но вы потеряете ценное вам время и нервы. Также обязательно смотрите стоимость доставки. В прошлом году было так. Скидка идет на товар, но доставку должен оплатить покупатель. Итак, получается, что смартфон стоит 250 баксов вместо 500, но за доставку обычным чайно-постом вам нужно заплатить 250 баксов. То есть 250 за товар и 250 за доставку получаются те же самые 500. Это тоже китайские уловки. Ну что поделать, такой вот они хитрожопый народ. В-третьих, я всегда говорю, не покупайте на распродаже разные чехольчики и пленочки. В своем городе можно найти и по такой же цене. Но тут ради пленки на экран ходить на почту, ждать месяц, не стоит оно того. Тем более сейчас купишь за 3 доллара чехол, а именно этих 3 долларов потом не хватит для покупки смартфона с хорошей скидкой. Чехлы и пленки никуда не убегут, их можно купить в любой день. А распродажа такая только раз в год. Да, будет еще черная пятница, китайский новый год. Но, как показывает мой личный опыт, скидки там намного меньше. 11 ноября всегда китайцами празднуется гораздо пышнее. И конкретно эта распродажа финансируется самим Алиэкспрессом. Так, например, вы можете заработать купоны, которые можно потратить на покупку. И эти купоны очень серьезные. Продавцу никаких убытков, потому что Алиэкспресс сам оплачивает ему разницу. Покупателю может выпасть очень крутая скидка на 100, 200 или 500 баксов. Ну а Алиэкспресс в свою очередь привлечет новых клиентов за счет ажиотажа. Как получить купоны для распродажи? Нужно поставить на смартфон приложение Алиэкспресс. Там каждый день в мини-играх вы могли зарабатывать монетки, а монетки после этого уже обменивать на купоны. Одна монетка равняется одному центу. Главное, это позитивный настрой и максимальная увлеченность скидками и поиском товаров с максимально выгодными ценниками. Так, в прошлом году я успел выхватить себе ZNubia Z11 Mini S за 190 баксов. А потом в течение всего этого года смартфон держал планку в 280 баксов и только недавно подешевел до 250. При этом в всем еще можно использовать и кэшбэк. Если вы покупаете без скидочных купонов, то кэшбэк вам начислится. Размер возврата у Letyshops 11 ноября составляет стандартные 1,5% на смартфоны и 3% на остальные товары. Для аккаунтов со статусом Lety Gold, как у меня, 1,95% на смартфоны и 3,9% на остальные товары соответственно. То есть вы берете смартфон со скидкой, к примеру, 15% от продавца и еще почти 2% возвращаете деньгами в аккаунт Letyshops. И тот же Xiaomi Mi 6 из условных 500 долларов превращается сперва в 435, потому что вы умеете искать лучшие варианты, а не просто берете то, что лежит. Затем скидка продавца на распродажи, а это уже 429 долларов. Плюс кэшбэк, грубо говоря, 2% и 500 долларов превращаются уже в 420. Я считаю, за Xiaomi Mi 6 на 128 гигабайт это вполне адекватный ценник. Чтобы не лохануться и не попасть в просаг, пользуйтесь расширением Letyshops, оно же автоматически вам начислит кэшбэк. Что выгоднее всего брать на распродаже? Дешевую, но надежную электронику от известных китайских брендов, игрушки и качественную одежду вроде ленинка, оригинальной Adidas и тому подобное. Если говорить коротко, то я советую особое внимание обратить на средне-бюджетный класс устройств, а также флагманы смартфонов. На них будут хорошие скидки и на их покупки можно сэкономить больше. Ультрабюджетники брать тоже можно, но цена на них и так минимальна, так что большой пользы это вам не принесет. Разве что удастся вдруг выхватить Redmi 4 Pro за 80 баксов, но это нужно будет очень сильно постараться. Что из смартфонов можно брать? Что бы я себе сам лично купил? Любые смартфоны Xiaomi, за исключением Mi 4, Redmi Note 2, Redmi Note 3 и Redmi Note 3 Pro, они уже устарели. Смысл брать их в преддверии 2018 года лично я не вижу. Xiaomi делает очень годную электронику за разумные деньги. И лучше всего присмотреться к Redmi Note 4X, Xiaomi Mi 6, Mi 5 прошлогодний, Mi A1 и Mi Max 2. Мне кажется это очень прикольное устройство, которое понравится всем. Конечно же я буду советовать вам мой любимый OnePlus, модели OnePlus 3, 3T или 5. Meizu делает очень неплохие смартфоны. Также можно рекомендовать абсолютно все модели, кроме Meizu M3 Note, M3 Mini или старше, то есть M2, M1 и так далее. Это старые модели и они будут не актуальны на сегодня. Особое внимание я прошу уделить Meizu M6 Note. Вот действительно очень хорошие перспективные аппаратищи. Из ZTE определенно можно взять Nubia Z11, Z11 Mini S и Axon 7. Это очень крутые аппараты, которые не стыдно взять даже сегодня. Особенно Axon. Потрясающий звук и достойная камера. Z17 лучше не брать, модель вышла определенно неудачная. Хоть и 2017 года выпуска. Смартфоны брендов Huawei именно из Китая я вам советовать наверное брать не буду, потому что очень часто они блокируют необходимые частоты под определенный регион. И прошивать Huawei после этого будет очень трудно, а зачастую просто невозможно. Huawei это хороший бренд, но их смартфоны лучше всего брать у себя в городе, в проверенном магазине, с гарантией, чтобы прийти и пощупать и взять то, что нравится. Из прочей электроники, кроме смартфонов, я бы советовал присмотреться к электронике Xiaomi. Как показал опыт, что ни возьми, все у них хорошо и круто. Качество на уровне А брендов, а ценники гораздо ниже. Также стоит присмотреться к товарам для автомобилей. Например, фары, регистраторы, инструменты для диагностики и всякое такое полезное. Что в городе стоит дорого, а в Китае дешево. На распродаже эти полезности будут стоить еще дешевле. Ну и наконец, раздел гаджеты и техника. Алиэкспресс уже давно сотрудничает с брендами вроде Philips, Samsung, Motorola, Bosch и прочие Redmondы. Берите все, что стоит дешевле, чем обычно. Мониторы, игровые ноутбуки, электробритовые, хорошие брендовые модемы, принтеры. Это хорошая электроника, зарекомендовавшая себя за долгие годы присутствия на рынке. Ее брать определенно стоит, особенно на распродаже 11 ноября. Что же не стоит покупать? Что я вообще вам не рекомендую брать, тем более на распродаже. Во-первых, это планшеты и ноутбуки. Как показал мой личный горький опыт, китайцы не умеют делать хорошие качественные ноутбуки и планшеты. Да, они стоят недорого и за свою цену предлагают вроде как неплохие технические характеристики, но это все равно не то, чем хочется пользоваться. И косяков в них больше, чем в брендовых товарах. Даже планшеты и ноутбуки Xiaomi я не могу советовать, потому что лично сам ими так пользоваться себя заставить не могу. То прошивки нормальные нет, то батареи дохнут, то производительность на уровне калькулятора бесит. Моя жена 2 месяца пыталась пользоваться ноутбуком Chuwi для обычного браузинга и набора текста и тоже не смогла. Лаги, фризы и зависания ее выводили из себя даже в простых задачах. Исключения в этом вопросе составляют только Asus, Lenovo, но их нельзя считать китайцами в традиционном понимании. Это скорее уже А-бренды. Не стоит также брать чехольчики и пленочки, как я говорил, если только они не идут в комплекте. Еще раз повторю, не берите эту хрень. Умные часы я также не советую покупать у китайцев. В основном китайцы делают трэш, которым противно пользоваться. Есть лишь две модели из всего огромного выбора китайских часов с адекватным софтом и внешним видом. Это Huami Amazfit и Huami Amazfit PIP, произведенные совместно с Xiaomi. Но у них рефлективные экраны и они могут многим не понравиться. Также я не советую покупать защищенные смартфоны. Брать их не стоит. Я в этом году провел, наверное, с десяток тестов разной степени адекватности и могу вам с уверенностью честно сказать, это все херня. Смартфоны только выглядят защищенными, а на деле некоторые из них настолько хрупкие, что умирают от обычного падения на пол. Есть только два исключения из этого правила. Это AGM X1 и AGM A8. AGM это такой бренд, который делает действительно очень хорошо защищенные смартфоны, которые хрен убьешь. Особенно A8. Это просто зверь. Мы его даже автомобилем давили, не раздавили. Ну и наконец, я не советую брать различные креативные приблуды для дома. Вроде шапочки для младенцев для мытья головы, нержавеющие чудо-терочки разных форм и цветов, формочки для яичницы с глазками и прочее. Это дерьмо в 100% случаев. И оно не работает. Вы один раз потратитесь, а потом вам будет жалко выкидывать. Я называю это синдром Алиэкспресса. Когда товар к тебе идет месяц, ты его отслеживаешь, переживаешь за его судьбу. Затем идешь на почту, забираешь его. И он за все это время становится тебе родным. Ты будто считаешь его своим братом и не можешь признать, что купил какую-то херню. И при этом еще потратил много денег. Покупайте с умом. И только то, что можно оставить себе на долгие годы, либо с выгодой продать у себя в городе. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, конечно же, в комментариях. Я все-таки тертый калач. Много лет имею дело как с китайцами, так и с их распродажами. Они реально ушлые и хитрые. Но и мы не лыком шиты. Ведь на каждую хитрую задницу найдется вундервафли с пропеллером. Будьте бдительны, друзья. Ищите скидки. Они будут лучшими в этом году.